Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» на телеканале ИТОН ТВ и я, ее ведущий Александр Гуралье. Сегодня был снят гриф секретности и разрешена публикация имя, фамилия имя того самого высокопоставленного государственного чиновника, политического деятеля, который подозревается в совершении преступлений, связанных с взятками и так далее. Этим высокопоставленным политиком оказался министр внутренних дел Арье Дерри, который уже неоднократно фигурировал в полицейской хронике и даже отсидел за целый ряд преступлений. Мы беседуем с адвокатом Григорием Курзинером. Здравствуйте, Григорий! Добрый вечер! Григорий, скажите, пожалуйста, прежде всего, что вменялось Арье Дерри прежде, за что он все-таки сел и отсидел? Итак, как говорят снова Дерри. Дерри – это бывший министр внутренних дел, сегодняшний и теперешний, как будем говорить. Лидер религиозной партии ШАС. Да, 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 я дойду до этого, что он является и сегодня у нас министром внутренних дел, и он одновременно лидер партии религиозной партии, это Муэц Тахахамин, так называемый, партии ШАС. Он является ее лидером, и, соответственно, он дождался этого поста, он 22 года тому назад был судим, это было очень громкое дело, он в то время занимал такой высокий пост, и это было очень больно слышать, что министр внутренних дел был обвинен во взятки, в нарушениях общественного доверия и так далее. Там был букет преступлений, которые ему обвинялись, и все его соратники, все его однопартийцы кричали, он не виновен, он не виновен, и такие песни пелись везде на улицах. И однако все суды, всех инстанций признали его виновным, и суд первой инстанции, которая осматривала дело, признал его виновным, и назначил наказание 4 года, и плюс штраф в сумме 260 тысяч шекелей, которые он должен был заплатить. Дерри подал апелляцию, это было его право, и Верховный суд, рассматривая это дело, пошел ему навстречу и скостил ему один год. Практически Дерри получил 3 года заключения, он отбывал это в тюрьме Масяу, знаменитой, где отбывают все наши высокопоставленные чиновники, которые были осуждены в то время. — Я прошу прощения, я правильно понимаю, что он был одним из первых, кто сел? Это потом уже пошла череда. — Не совсем, я бы так сказал. — Ну, столь высокого уровня, да, наверное, сказать, что в числе первых. — Он был, собственно, один из первых, да, то есть министр. — Да, можно так сказать, и министр, который исполнял обязанности министра, и будучи министром, совершил эти преступления. — Да, то есть я говорю, сейчас никого не удивишь, сейчас у нас премьер-министр, бывший президент, бывший сидит, там министр финансов, то есть сейчас уже все нормально. — Ну, почти все правительство, если честно сказать. — Теневой кабинет. — Да, если хотите. — Надо отметить, что вместе с наказанием лишения свободы и штрафом в определенной сумме денег, Дерри понес еще одно наказание дополнительное, которое называется «Колон», что в переводе означает «Запрет занимать определенные должности в госучреждении». — То есть «Колон» — это вообще позор, да, то есть его деятельность была признана позорной, что повлекло за собой. — Да, что этот позор влечет запрет на занимание определенных должностей в общественном секторе. — Это может быть государственное предприятие, нельзя избираться и так далее и тому подобное. — Это длительный срок, да? — Семь лет. — Семь лет. — И Дерри честно эти семь лет ждал. Он ждал, как тот кот, который сидит, поджидает свою мысль, жертву, которая должна прийти на водопой к виске молока. — Да, Дерри дождался, он снова пришел, возглавил ШАС, он снова пришел к Нессе. — Сместив своего предшественника. — Разумеет. — Там была внутрипартийная война, и со всеми вытекающими последствиями, верно говорите, она, так сказать, предполагала все эти интриги внутрипартийные. Ну и внешнеполитическая деятельность внутри Кнессета тоже была на высоком уровне. Они сегодня вошли в коалицию, ведущее звено, ведущая партия в коалиции. То есть, если сегодня Дерри встанет и скажет, я ухожу и хлопнует дверью, у нас будут перевыборы в стране, и вы все это знаете. Согласны с нами, верно ли? — Не знаю, может быть, не будет. — Почему не будет? — Ухожу в смысле куда? Ухожу в тюрьму? — Ухожу из Кнесса. — Наша коалиция выходит из Кнессета. — Нет, если это не Дерри, то есть если его партия выйдет. — Да, вы правильно сказали, да. — Давайте заметим, что сегодня один из его соратников сказал, что Дерри — это не ШАС, и ШАС — это не Дерри. — То есть, началось. — Да, то есть, если хотите... — На всякий случай. — Но вместе с тем этот человек его поддерживает и защищает. — Конечно, формально, да. — Да, конечно, потому что он тоже оказался в такой же, простите меня, лодке, которую раскачивают все время, все время натыкаются на какие-то препятствия. То теряют весла, то теряют управление, то теряют направление. На сегодняшний день Дерри с улыбкой на лице, ему присущий, средством массовой информации на брифинге, таком маленьком, который он успел сделать с утра пораньше, сказал, я обратился к юридическому советнику правительства, я попросил, я его попросил от всей души и потребовал даже, чтобы он быстренько отменил запрет на секретность этой проверки. — Ну, видно, все уже узнали просто. — Конечно, был слив в прессу, и все его соратники возмутились и сказали, это сделано специально, потому что только сегодня, только вчера, простите, Берри подписали должность министр внутренних дел. Это послужило толчком вот этому сливу, как они говорят в кавычках, этой информации в прессу. Но давайте говорить откровенно, ведь действительно проверка-то идет, и мы же знаем с вами, что любое уголовное расследование предшествует обыкновенная полицейская проверка. Если полицейские увидят, что факты, которые будут выявлены в процессе проверки, будут являться фактами уголовного совершения уголовного преступления, то, разумеется, следующий шаг будет возбуждение уголовного дела и его расследование. Так вот, чтобы себя не ограничивать и чтобы быть убежденным, что так это и не иначе, у полицейских есть право на проверку. Вот эта проверка проводится сегодня в отношении Дерри. Что она предполагает? Эта проверка предполагает сбор информации, всей информации, которая могла бы, ну, если хотите, дискредитировать того Дерри в его действиях, в его поступках, указывая на то, что все-таки своими действиями совершил что-то уголовное. Мы сегодня не знаем, в какой области проходит эта проверка. Мы сегодня с вами не знаем... Но речь идет о взятках, я правильно понимаю? Видимо, да. То есть взялся за старое? Да, все говорят в прессе, что пресса вся говорит, да, но давайте воздержимся. Давайте мы чуть-чуть терпеливы. День-два нам все станет понятно. То ли это взятки, то ли это какие-то соглашения, как иногда бывает после выборов, до выборов, в период выборов. Мы с вами не знаем, но у нас сегодня есть еще одно дело. Давайте вспомним, что у нас Бужигерцог. А, лидер оппозиции. Оппозиции. В общем-то, величина. То есть, по сути дела, это противоположность премьер-министру нашему, который возражает совершенно официально. У него тоже началась проверка. Это что? Совпадение. Это что? Ой, не верю я в совпадение. Я тоже не верю. В нашей маленькой стране. И Бужигерцог сегодня говорит, друзья, да вы не перестаньте паниковать, ничего не случилось. Это уже 10 раз проверялось, это 11-й. То есть, он пытается нам сдать такую информацию, что по этой теме проверять. А он говорит, он напрямую прямо говорит, что это все подстроили ликудники, что это его противники. Так как они хотят его, так сказать, скинуть с пьедестала оппозиции. То есть, если так вот предположить, что это непростое совпадение, что одновременно и против лидера одной из крупнейших партий, находящихся в коалиции, началась проверка, и против лидера оппозиции, то есть крупнейшей партии в Израиле, после правящей, то не говорит ли это о том, что в воздухе запахло выборами? Не исключаю. Или это заблаговременно. Готовься они летом, да, а компромат задолго до выбора. Очень может быть. Я не исключаю. Но давайте еще поговорим вот о чем дело. В том, что лидера оппозиции ведь обвиняют в незаконной финансировании предвыборной кампании. Это тоже преступление, кстати. Это немножко не то, что у Дерри. Конечно, есть разница. Давайте поясним. Одно дело финансовое нарушение финансирования кампании, а другое дело взятки. Нарушение закона финансирования предвыборной кампании. И партия участвует. Это, конечно, разные вещи. Кардинально разные. И вес их в обществе очень разный. Но давайте посмотрим. Мне очень интересно. Мне суперинтересно, как это будет. Я думаю, что нашим телезрителям это будет так же интересно, как нам с вами. Это очень, это очень заводит на то, чтобы с ней... Вы обратите внимание, мы живем в такой стране, что если ты не включил утром телевизор, ты что-то пропустил. Ты что-то пропустил. Иногда я тороплюсь утром куда-то по какому-то делу, я не могу успеть посмотреть новости. Все. Я пропустил день. Я проиграл день. Он прожит в пустую. Вот в такой стране мы с вами проживаем. Ну, я надеюсь, что все-таки скоро мы получим гораздо более полную информацию о том, что происходит. Или снова сможем ее с вами обсудить. Да, но единственное, что в какой-то степени радует, если можно применить такое слово в данном конкретном случае, что в Израиле для правоохранительных органов не существует табу, не существует каких-то неприкасаемых, неприкосновенных лиц. Если есть какая-то информация, если есть веские аргументы, веские причины, могут проверить министра, могут проверить премьер-министра, могут проверить президента. А вы знаете, я вам скажу честно, вот я этим горжусь. Я горжусь, что я живу в той стране, где президента могут привлечь к уголовной ответственности заизнасилованию. Привлечь его так, что он отбывает наказание, реальное наказание в тюрьме. Это действительно демократическая страна. Скажите, что нет. Да, согласен. Вы смотрели программу «Тема дня» на телеканале ЭТОН-ТВ. И Григорий Курзинер, адвокат, гордится тем, что он живет в такой стране. Демократической. В демократической правовой стране. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...